Неделю назад мирные взбудоражили фото и видео, снятые волонтерами на территории пункта передержки животных и выложенные в соцсетях и мессенджерах. В маленьком городе все это вызвало общественный резонанс и неравнодушные горожане тут же откликнулись на призыв о сборе средств на питание, лечение, а также реабилитацию собак. Сегодня мы привезли корм в приют на ежедневной основе. Мы вынуждены приезжать и кормить хвостиков, потому что, как показало состояние собак, их здесь не кормят, они здесь худые, кости, позвоночники, все торчат. В день, когда нашу съемочную группу пригласили в приют истощенных собак, мы так и не увидели. Условия содержания удовлетворительные. Единственное, это нехватка вольеров. Как объяснили нам работники, отлов ведется в постоянном режиме. Отсюда и нехватка вольеров. В вольерах, по идее, и вообще по всем законам, собака должна сидеть на вольере, не три, не три, не пять. В данный момент у нас сидят, вы сами видите, по три собаки сидят, по пять собак сидят. Это неправильно. Надо вольеры новые строить и порядок наводить нормально. Волонтеры и неравнодушные горожане обсудили сложившуюся ситуацию с органами местной власти. Мы планируем в этом году все-таки сделать небольшую рабочую документацию по организации мест в соответствии со всеми правилами. И в этом году реализовать уже правильный абсолютно приют, как это должно быть, содержание организовать. И я думаю, процесс пойдет. Посетил объекты приюта и глава района, ознакомившись с условиями содержания животных, дал распоряжение городским властям держать ситуацию на постоянном контроле. К слову, сегодня на территории города есть две площадки для безнадзорных животных. Пункт передержки и приют для постоянного содержания собак. Общая численность 146 особей, хотя предусмотренных мест не хватает. Нам предоставили доски, наверное, вот видите. Сейчас дополнительно мы ждем еще сетку рабицу. И договорились на то, что нам предоставляют строительный материал. А мы своими средствами будем, сколько возможно здесь места, построим дополнительные вольеры. Со стороны местных властей контроль работы подрядчика будет усилен по обеим направлениям. Будет увеличена норма суточного кормления, а также привлечены дополнительные источники питания. Кроме этого, будет разработано положение, регламентирующее порядок взаимодействия сотрудников приюта за защитниками. На сегодняшний день ситуация с государственными приютами для бездомных животных оставляет желать лучшего по всей стране. И вместо того, чтобы обвинять всех и вся, может, стоит начать с себя, с ответственности за тех, кого приручили. А приютам не ждать жалоб от зоозащитников и общественного резонанса.